Всем привет! Это видео будет о том, как собирать позиции своих или чужих сайтов в сервисе TubeWizard.com. Поехали! Итак, регистрируйтесь в сервисе, у вас откроется после регистрации и подтверждения имейла примерно такое окно, и справа вы нажимаете «Добавить проект». Здесь нужно выбрать, вставить название, адрес сайта, и можно выбрать отдельное название. Я для примера взял такой сайт, ванананан.com, имя проекта мы менять не будем. Так, вот он у нас создался, но он пока что пустой. Нам нужно зайти в его настройки, нажмем на шестеренку, и здесь в настройках по умолчанию нам и откроются сразу поисковые системы. Нам нужно выбрать, в каких поисковых системах мы хотим собрать позиции. В данном случае это будет Яндекс. Здесь нам нужно выбрать регион. Может быть, Москва написана текстом, может быть, Москва написана, например, регионом. Я знаю код региона Москва, могу вбить так, он мне тоже его выдаст. Здесь также можно выбрать, смотреть десктоп или смартфон, то есть компьютер или мобильное устройство. И можно снимать и то, и то. То есть мы можем добавить еще один регион, и здесь уже выбрать мобильник. Ну, давайте будем и то, и то. Но здесь есть особенность, что у мобильника только топ-50 венокси можно смотреть. Дальше мы хотим посмотреть Google. Пусть это тоже будет Москва. И еще раз Москва. Все. И в Google, то есть если в Яндексе только компьютер и мобильник можно смотреть, то в Google можно смотреть пока планшет и смартфон. Но планшет нам не интересен, доля их сейчас очень малая среди пользователей. Будем смотреть десктоп и мобильник. Вот эта цифра — это глубина. То есть сколько, до какой позиции топ-визор будет искать позицию вашего сайта. За дополнительные деньги вы можете эту глубину увеличить. То есть по умолчанию съем, например, Яндекса стоит 5 копеек за запрос. За 17 копеек вы можете смотреть до топ-500. И здесь то же самое, но здесь еще глубже можно смотреть до тысячной позиции в Google, что на компьютере, что на мобильнике. Как уже сказал, в Яндексе с мобильника нельзя глубже, чем 50 смотреть. Вот возьмем два поисковика, нам этого хватит. Иногда в России можно смотреть еще Mail.ru, но сейчас доля у них все меньше и меньше. На данный момент, когда поснимаем это видео, уже порядка 2%, если не ошибаюсь, и поэтому смысла парсить нет. Что еще здесь можно собрать? Можно собирать сниппеты. То есть у вас будет на отдельной вкладке сниппеты сайта вашего сайта и сайта вашего конкурента. Давайте его соберем. Мы обычно не собираем здесь, если нам не нужно конкретно для чего-то. Но здесь можно собрать. И можно прям снимки и выдачи смотреть. То есть он будет их скриншотингом. Давайте топ-20 мы сфоткаем, посмотрим, как это работает. Так, дальше поддомены учитывать, не учитывать. То есть считать ли встречание поддомена вашего сайта так же, что как будто это просто позиция вашего сайта. Не важно, домен или поддомен. Давайте будем учитывать. Умеренный фильтр оставляем, потому что большинство пользователей он выставлен. Опечатки тоже исправляем, потому что пользователи не исправляются. И трафик, который будет нам показываться в общей статистике по регионам или общей, пусть будет по регионам. То есть он будет смотреться именно по Москве в данном случае. Вот, мы выбрали поисковую систему. Что мы делаем дальше? Мы переходим в поисковые запросы. Вот у нас уже есть выгруженные из букварекса запросы этого сайта, который букварекс считает, что они ему подходят. Ну, пусть будет 100. Дальше мы кликаем, мы можем здесь добавлять их по одной штуке, а мы можем нажать на импорт. Да, выбрать новую группу. Все, они импортировались. Также, как вы видите, здесь можно добавить сюда не только сами запросы, но и их данные. То есть сразу, например, если вы эти запросы уже сгруппировали, они у вас раскиданы по страницам, уже выбраны ссылки, то вы можете их сюда добавить. У вас данные будут видны. Сейчас нам страница обновится. Вот, все, у нас запросы добавились. При этом TopWizor, так как это довольно популярные запросы, TopWizor уже знает их частоту в этом регионе. И у многих запросов она уже есть. А попутно мы можем посмотреть, собрать еще и частоты. Ну, Google давайте не будем собирать. Ну, например, вот Яндекс. Ну, вот, пусть будет у Google. Вот, 24 рубля это у нас все будет стоить, если нам нужны все частоты. Если нам нужна только часть, ну, например, нам нужны только, во-первых, московские позиции. Вот, у нас уже оплавинился. Нам не нужна общая частота. И нам не нужна вот такая история. Ну, и вот такая. Вот, 6 рублей у нас стоит. Снятие частоты. Проверить частоту. Вот, проверить частоту. Все, пока частота проверяется, мы пойдем проверим позиции. Запросы мы уже загрузили. Вот они у нас. Видно, что Яндекс и Google у нас выбран. Регион Москва и Москва смартфон. Кликаем вот сюда. Он нас предупреждает, сколько это будет стоить. В данном случае мне это ничего не будет стоить, потому что у меня загружены XML-лимиты. XML-лимиты — это переданные лимиты на сбор выдачи из Яндекса. То есть Яндекс каждому аккаунту, заведенному, каждому сайту, заведенному в Яндекс.Вебмастер, дает какое-то количество лимитов в зависимости от того, насколько это мощный сайт с точки зрения Яндекса. И вот эти лимиты, то есть те, которые мы не пользуемся напрямую, мы передаем в TopVisor, чтобы несколько сократить стоимость проверок для нас. Это делается в настройках. Сегодня мы это разбирать не будем. Там это довольно просто. Заходите в настройки, вкладка XML-лимиты и вставляете туда свои лимиты. Добавляйте. Так, и здесь можно проверить только по фильтру. Как это работает и зачем. Например, мы хотим... Ну вот мы что-то поменяли. И мы рассчитываем, что это повлияет прежде всего на Яндекс. И, допустим, на Яндекс десктопный. То есть на Яндекс на компьютерах. Вот мы выбрали его. То есть мы выбрали Яндекс и Москва. И можем нажать эту кнопку. И тогда, видите, у нас уменьшилась стоимость в 4 раза. В данном случае в XML-лимитах, но тем не менее это все равно стоимость. А почему? Потому что Топвизор в данном случае не будет собирать у нас Google вообще. То есть не Google мобильный, не Google компьютеры. И не будет собирать Яндекс мобильный. То есть только то, что мы выбрали. Нам это сейчас не нужно. Вот здесь написано Яндекс Москва. Нам сейчас не нужно, мы хотим собрать все. Все. Мы нажали. Здесь будет какое-то время ожидания. У Топвизора есть очередь и задач. И обычно 100 запросов он будет собирать минуту, 2-3 иногда. Иногда у них бывает пиковая загрузка. И это занимает несколько минут. Но максимум, по-моему, даже самая большая семантика у меня собиралась минут 10. И он иногда, тоже когда у них большая загрузка, доходит до 99%. И несколько минут может повисеть на 99%. В этом ничего страшного нет. В большинстве случаев сроки в этом смысле терпит. Но здесь быстро это собирается, 82% уже. Вы можете, если вы очень нетерпеливый человек, и вам прям горит, посмотреть, что же там за 90% у нас собралось, мы можем обновить страницу, нажать F5 на клавиатуре или нажать вот здесь кнопку. И посмотреть то, что уже собралось. Даже до того, видите, у нас есть залысины. То есть у нас здесь есть блоки, в которых еще не все собрано. Вот 99%. Вот на этом периодически зависает. Ну ладно, будем считать, что он собрал. И пойдем смотреть, что же он собрал. Что мы здесь видим? Здесь видим позиции, то есть здесь текущая дата. И видно, что сейчас этот сайт по запросу доставка воды, все, собрался, все, галка стоит. Здесь что на 19-й позиции, то есть вторая страница, девятое место на второй странице. И когда мы наводим сюда, мы увидим, какой сайт, мы можем кликнуть сюда, перейти на сайт. Мы можем нажать вот сюда, и тогда мы перейдем на выдачу. То есть мы сможем проверить выдачу. Единственное, что нужно нажимать не так, как я сейчас нажал, а нужно нажать правой кнопкой и открыть ссылку в режиме инкогнито. Для чего? Для того, чтобы ваше поведение не учитывалось в позиции. Потому что и так-то погрешность отображения выдачи есть, и вы можете увидеть не ту же самую позицию, которую собрал Тупвизор. А еще и режим не инкогнито, то есть ваше поведение может добавить проблем в этом смысле. Итак, Яндекс мы посмотрели. Это Яндекс-десктопы. Смотрим Яндекс-смартфоны. Видим, что позиции несколько отличаются. И то же самое по углу. Тоже смотрим, что у них позиции по углу сильно хуже, чем по Яндексу, но и по этим тоже, по мобильным. А что мы можем еще посмотреть? Мы можем вот здесь выбрать кнопку сравнить. И тогда у нас все отображаемые срезы отобразятся не в динамике по времени, потому что вот там мы сняли только один раз позиции 9-го числа, а мы могли снять еще, допустим, 10-го числа. И тогда у нас вот в обычных срезах вот здесь был бы еще один столбец. То есть вот 9-е у нас бы сместилось направо, и слева бы добавилось 10-е число, и было бы видно плюс и минус по позиции. Когда мы жмем сравнить, то у нас показывается текущая позиция уже без динамики. Единственное, что он, насколько я помню, пометит нам все-таки зеленым, красным, и там стрелочка вверх-вниз поднялась или упала, но мы не увидим предыдущих позиций. И вот мы видим то, что у них по Яндекс.Мобильному несколько хуже позиции 20%. А, кстати, вот эти процентовки – это процент запросов на первой странице, в первой десятке. Здесь видно, что у них 22% на компьютерах в топе, в топ-10, и 20% на мобильных – это в Яндексе, и в Гугле практически ничего нет, 1%. Кроме этого, топ-визор позволяет смотреть, что происходит у нас с запросами, ну такая некоторая аналитика. Поднявшиеся запросы по сравнению с прошлым разом, неизменившие позиции, упавшие позиции по сравнению с прошлым разом, средняя позиция – абсолютно не информативный параметр, вам это ничего не даст. Ваша видимость у них, своя формула определения видимости, тоже как бы если вы этим не пользуетесь, то нет смысла на это смотреть. И сколько запросов у вас в каком топе? То есть в топ-3 с первой по третью позицию, в топ-10 с первой по десятую, ну и так далее. Вторая, третья страница, третья, четвертая страница и так далее. И, ну и за топ-100. Вот таким образом вы можете собрать позиции своего сайта и обновлять их, ну регулярно. Собственно, вы можете настроить автоматическое обновление этих позиций, можете нажимать вручную, то есть здесь нажимаете кнопку, он вам тоже говорит, сколько это будет стоить. Вот видно, что у меня XML-лимиты уже кончаются, и он немного у меня денег возьмет. Вот, зайдя в настройки и в позиции, мы можем здесь настроить, что каждый апдейт Яндекса через 10 часов, это разумно, потому что сразу после апдейта позиции прыгают, он будет собирать позиции, и вот эту галку я тоже рекомендую ставить. То есть если вам нужен автоматический регулярный сбор позиций, то вам нужно, во-первых, держать баланс положительным, то есть чтобы у вас с запасом было всегда денег там, и вот ставить именно так, то есть примерно там через 10-12 часов после апдейта собирать и вот эту галку ставить. Либо можно прям по дням недели, то есть хоть каждый день он может собираться, и, в общем, в любое время, но я рекомендую попозже все-таки делать это в районе обеда, потому что бывает, если ночью был апдейт, то с утра будет штормить, то есть позиции будут не совсем адекватные. Вот таким образом он может вам автоматом это все обновлять. Собственно, на этом у меня все. То есть это способ быстро и удобно и недорого собирать позиции своего сайта, мониторить, что у вас поднялось, что у вас упало, и как вообще у вас дела обстоят с вашим продвижением. То есть это один из аспектов. Понятно, что можно смотреть через статистику Яндекс.Метрику, например, можно смотреть через аналитику ваших продаж, если у вас настроены, настроена так аналитика, что вы видите, что вот с SEO-продвижения столько-то было продаж. И один из способов – это мониторить позиции своего сайта и смотреть, есть ли какие-то проблемные моменты. На этом все. Понравилось видео – ставьте палец вверх, не понравилось – ставьте палец вниз. Подписывайтесь на канал. И совсем скоро стартует мой бесплатный мастер-класс по самостоятельному продвижению сайтов. Ссылка на запись под этим видео. Счастливо вам и удачи в продвижении ваших проектов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok